Приветствую друзья! Малоизвестный станок Good Broad был изготовлен в Хёппингене, городе к северу-западу от Штутгарта, Германия. Эта невероятная конструкция с одной стороны удивляет, но с другой заставляет задуматься, чем же руководствовался конструктор при создании столь необычной формы станка. Наверняка была какая-то логика, о которой приходится только гадать. К сожалению, ввиду чрезвычайной редкости станка, о нём очень мало информации и на фотографиях вы видите неполную оснастку. Как вы видите, самым необычным в станке является консоль цилиндрической формы, передвигающаяся на прямоугольных направляющих. Установленный на подставке станок имел высоту 1400 мм, длину около 700 мм и ширину 400 мм. Станок имел 8 скоростей подач шпинделя, который логично находился в передней части хобота. Двухскоростной двигатель и 4-х скоростная коробка передач находились внутри консоли, ну а рычаг управления скоростями выходил на правую сторону хобота. Возможно, именно так конструктор хотел сделать станок максимально компактным. Пиноль, оснащённая конусом Морзе, перемещалась вверх и вниз с помощью большого винтового корпуса, встроенный в переднюю часть цилиндрического корпуса станка. Возможно, у станка были и другие аксиальные способы перемещения, однако, как я уже сказал, это всё, что известно на данный момент. Breakfast Fairs and Sea, специализированная на изготовлении корпусов карманных часов. По некоторым данным, компания была основана двумя странами, Франция и Швейцария. Собственно, процесс обработки происходил поэтапно. Сначала корпус часов обрабатывался в виде кольца с правильным внутренним и внешним диаметрами и формой. Эта работа выполнялась на обычном токарном станке с использованием формообразующих инструментов или на специальном токарном станке с пантографом под названием «Дубайл». После придания формы кольцо было готово к фрезерованию и закреплялось на цанге, которая расширялась на держателе, передвигаемом вдоль передней части станка. Поворачивая маховик на правом конце станка, оператор мог перемещать изделие, чтобы оно поочередно проходило под различными шпинделями и их фрезами. Два шпинделя на правом конце вырезали специальную канавку на нижней стороне кольца для крепления петли на передней стороне, а следующие три шпинделя выполняли ту же работу для крышки на задней стороне. К слову сказать, высококачественные карманные часы имели крышки на обеих сторонах и иногда даже третью крышку стеклянного кольца под крышкой на задней стороне. Когда все канавки были прорезаны, в противоположной стороне кольца просверливали два отверстия для подвески и больше, если требовались специальные ручки и тому подобное. Положение отверстий регулировалось с помощью ручного рычага и указательной пластины. Верхний рычаг выдвигал вперед сверлильный шпиндел. Наконец, корпус был готов к пайке. Маленькие трубочки вставлялись в петли и подвеска фиксировались двумя штифтами. Функция последнего из фрезерных шпинделей, того, который может поворачиваться вокруг горизонтальной оси, неизвестна. Станок Elmco 24A был простым токарным без задней бабки и винторезной функции, тогда как модель 34A сочеталась с универсальным электрическим испытательным стендом от производителя. Два патента были выданы в ноябре и декабре 1921 года, а производство, предположительно, началось задолго до этого времени. Испытательный стенд был полностью автономным и продавался небольшим гаражам и ремонтным мастерским как универсальные решения для проверки электрооборудования, автомобилей и легких грузовиков. При своей относительной ненадежности и необходимости регулярного обслуживания, такие элементы, как генераторы, магнеты, коммутаторы, обмотки якоря, катушки возбуждения, распределители, конденсаторы и так далее, обеспечивали владельцам гаражей доходные занятия. Однако преимущество испытательного стенда заключалось еще в том, что в него был встроен простой компактный моторизированный и автономный токарный станок, который можно было использовать не только для вращения генераторов и снятия обмоток якорей, но и для выполнения простых токарных работ. Несмотря на использование одинаковых станин, кареток и задних бабок, станки 24А и 34А сильно отличались друг от друга. Первый представлял собой простое устройство с довольно легкой конструкцией, открытой бабкой, шпиндель, который работал на кольцевых шарикоподшипниках и был оснащен широким трехступенчатым коническим шкивом для привода плоским ремнем. Предлагался отдельный контрвал традиционного типа, рекомендованный производителями для работы на 260 оборотов в минуту и обеспечивающий скорость вращения шпинделя 152, 286 и 550 оборотов в минуту. Однако в то время, когда почти все другие небольшие токарные станки поставлялись без системы привода или двигателя, и поэтому должны были соединяться с дорогим настенным и потолочным выносным контрвалом, токарный станок на испытательном стенде поставлялся готовым к работе, оснащенным приводом переменной скорости фрикционного типа. Эта система передачи, хотя и не способная выполнять очень тяжелую работу, имела преимущество, она была компактной и могла быть расположена в любом удобном месте и не обязательно у стены. На столе в задней части токарного станка под углом 90 градусов к шпинделю был закреплен большой электродвигатель мощностью 1 лошадиная сила с большим чугунным диском, который прижимался к облицованному фрикционным материалам краю второго диска, закрепленного на шпинделе бабки. Вращая маховик на левой стороне бабки, можно было перемещать диск шпинделя вперед и назад, заставляя его скользить по поверхности диска двигателя и, таким образом, перемещаясь ближе к центру или ближе к периферии, изменять передаточные отношения привода и, следовательно, скорость вращения шпинделя. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»